С сегодняшнего дня детская поликлиника вновь возобновила плановую вакцинацию. Причина трёхмесячного перерыва связана с тем, что в связи со сложившейся ситуацией детская больница была перепрофилирована под ковидную зону. Сейчас тоже у нас лечатся ковидные больные на третьем этаже, но никакого пересечения больных с нами на данный момент нет. Поэтому, опять-таки повторяюсь, никакого приказа о приостановлении плановой вакцинации не было. Но учитывая создавшуюся ситуацию, можно сказать, это было наше внутреннее решение. Мы во избежание каких-то инфекций, заражений, как бы внегласно приостановили процесс вакцинации. По словам Ларисы Ханикаевой, никакой экстренности нет, никакого опасения от вспышки какой-то вирусной инфекции, инфекционного заболевания тоже нет. Но сейчас для того, чтобы у нас не возникла какая-нибудь вспышка определённой детской инфекции, как корь, паратит, краснуха и так далее, необходимо восстановить плановую иммунизацию и вернуться в обычное русло. Учитывая тот факт, что три месяца мы практически не работали с вакцинацией детей, поэтому мы сами уже как-то распределили наиболее основные моменты. Дети, которые не получили у нас вакцину в родильном доме против туберкулеза, это ВЦЖ, и в силу определённых обстоятельств они не получили эту вакцину у нас в поликлинике. Мы в первую очередь приглашаем этих детей на вакцинацию против туберкулеза, то есть ВЦЖМ. Вся остальная вакцина тоже у нас будет делаться, но опять-таки небольшой такой акцентик мы делаем на вакцину против кори, паратита и краснухи. Почему? Потому что мы знаем, что наши дети в сентябре, надеемся, что не будут никаких карантинных мероприятий, все дети пойдут в образовательные учреждения, детские сады и школы, и мы обязаны просто их подготовить, чтобы они уже провакцинированные попали в свои образовательные учреждения. Все родители невакцинированных детей смело могут подходить. Никакого опасения заражения в данный момент в детской поликлинике нет. Но перед походом в поликлинику родитель должен быть убеждён, что ребёнок до вакцинации не находился в контакте с больным COVID-19 или с какой-либо другой инфекцией. Дети, как правило, у нас тяжело ковидом не болеют, они могут быть даже показать отрицательные тесты, но это не говорит о том, что они не были в контакте. И убедительная просьба к родителям, если они были в контакте, либо сами болеют, либо были в контакте с больными, они на тот момент не должны вакцинировать детей. То есть этот момент нужно учитывать. Мы, конечно, каждого будем детально расспрашивать, но тем не менее контакты родители сами знают лучше. Поэтому очень внимательно и бдительно будем подходить к этому вопросу. Как ещё отметила Лаиса Ханикаева, учитывая карантинные мероприятия, в республике в этом году не наблюдается подъёма заболеваний респираторно-вирусной инфекцией, что характерно для этого времени.